Книги Паралипоменон и Царств. Езекия был рожден еще до вторжения ассирийцев. Поэтому это не соответствует хронологии. Итак, кто же этот ребенок? Мы читаем, Дева в очреве примет. И нарекут имя Ему Эммануил. На иврите слово Эммануил означает «Бог с нами». Это очень интересное имя. Он говорит «Бог с нами». Хотя Исайя пророчествует, что в конечном счете Ассирия опустошит Южное Царство. И во время Эзекии Исайя пророчествует о Вавилонском пленении. Поэтому это не может быть царь Езекия. Другие говорят, что этот ребенок, рожденный от Девы, это сын Исайи. И действительно, в 8 главе Исайи мы читаем о рождении сына Исайи. Он говорит «Приступил я к пророчице». «Она зачала и родила сына». И в самом деле об этом сыне сказано. «Когда он придет в полный возраст, прежде нежели ребенок будет уметь говорить, Северный Союз будет поражен». Поэтому точно о сыне Исайи говорится как о знамении. Но возникает еще одна проблема. Имя сына Исайи – Мегер Шелал Хашбаз. Это имя очень сильно отличается от имени Эммануил. Бог с нами – противоположность имени Мегер Шелал Хашбаз. Мегер Шелал Хашбаз означает «Спешит-спешит грабеж». Или «легкая добыча». Иными словами, народ будет завоеван. И народ будет разграблен. И добычу легко возьмут. Я объясню вам. Мегер означает «быстро». Спешить. Также это может означать «легко». «Если вы можете сделать что-то быстро, то обычно это легко». «Хашбаз» означает «добыча» или «грабеж». Поэтому здесь прослеживается абсолютно другая идея по сравнению с именем Эммануил. В 9 главе книги Исаия мы читаем о другом ребенке. Исаия 9 глава 6-7 стихи. Но в версии стиха на иврите, который начинается с 5 стиха, говорится, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его». Нарекут имя ему «чудный советник», «бог крепкий», «отец вечности», «князь мира». Можно легко увидеть, что имя «Бог с нами», «Эммануил», точно соответствует этим именам. «Если вы говорите «чудный советник», «бог крепкий», «бог с нами», «бог крепкий». Имя ребенка в Исаии 7-14 очень хорошо соответствует именам ребенка в Исаии 9-6. Итак, то, что мы видим в 7 главе книги Исаии – это таинственное пророчество. Оно подобно загадке, которую еще необходимо разгадать. И затем 8-9 главы Исаии показывают, что вообще это говорится о двух детях. На самом деле, первый ребенок – это ребенок Исаии. И это непосредственное знамение для Ахаза. Но второй ребенок – это потомок Ахаза. И снова посреди тьмы возникает надежда. Надежда среди тьмы и разочарования. Даже если Ахаз находится в вассальной зависимости. Даже если он слаб. Даже если он не доверяет Богу. Надежда семени обетования не будет уничтожена. Род Давида не прекратится. И как Бог обещал Давиду, его род не прекратится. И обетование исполнится не только благодаря установленному порядку, праву царей наследовать престол, но в одном потомке, который будет править вечно. Это удивительное обетование. Царь, который будет править вечно. И в географическом пространстве его правление будет неограничено. Заметь, что здесь говорится. Он – Отец Вечности. Он – Князь Мира. Являются ли это имена именами о Боге? Или же они указывают на божественность самого Мессии? Если Он рожден от Девы, Он назван Бог с нами, Он назван Бог Крепкий, то мы можем воспринимать этот стих в прямом смысле и не интерпретировать его, как в новом переводе английской Библии. Он будет Богом, как для Своих людей. И стремится уменьшить силу этого утверждения. Затем говорится в отношении этого Мессии. Этого сына, этого ребенка. Умножению владычества Его и мира нет предела. Вечное правление. Вечная продолжительность. И бесконечная географическая протяженность. Вот, что в сущности приносит Мессия. Конечно, в этом и происходит упразднение грехопадения и исполнение обетования книги Бытие 3.15. Он будет править на престоле Давида и в Царстве Его. Чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Поэтому в понимании Равина в лучшем случае Мессия принесет не только тысячелетнее царство и потом умрет. Но ему дана еще сверхъестественная жизнь для превосходства над смертью. И благодаря этой раввинистической традиции Мессия – представитель не только одного поколения. Любавические хасиды в Нью-Йорке ожидают воскресения монахима Шнерсона. Потому что они верят в то, что Он Мессия. И поэтому должен победить смерть. Я расскажу вам историю. Один из наших раввинов в США из служения Тикун выглядит точь в точь как монахим Шнерсон. У него такая же борода, такой же нос, такие же волосы. И у нас возникла идея, что Он должен поехать в Бруклин, Нью-Йорк, прокрасаться к гробу монахима Шнерсона, где хасиды ожидают Его воскресения. И затем утром выпрыгнуть и сказать, «Я вернулся». А потом сказать, «Ешуа – Мессия». Как вы думаете, это хороший план? Посмотрим. Не знаю, сделаем ли это. Я молюсь, будет ли это этично? Это была бы хорошая идея. Итак, Исаия дает нам представление о том, что Мессия – это ключ к избавлению народов мира. И здесь мы видим полноту эсхатологической надежды. Я сначала прочитаю 11 главу Исаия, а потом 2 главу. Так как хотелось бы обозначить эту связь с обетованием семени. И затем мы возвращаемся ко 2 главе Исаии. Вы должны знать, что эти отрывки были очень важны для наших еврейских предков 1 века. Потому что на протяжении всей длинной истории нашего периода уже 2000 лет они искали это вечное царство, обещанное в 9 главе книги Исаии. Они снова ожидали освобождения Израиля. И последнее избавление Израиля станет последним избавлением всех народов. Израиль среди народов станет одним под правлением Мессии. Поэтому возникает основная надежда раввинов, что в один день все народы будут поклоняться Богу. У нас такая же надежда, как и у традиционного иудаизма. Ее видно в 11 главе книги Исаии. И произойдет отрасль от корня Исеева. И вет произрастет от корня Его. Почему здесь говорится о корне Исея? Потому что Исаия смотрит в будущее. После того, как вавилоняне захватили Израиль, вот что они сделали. Они взяли царя Иехонию и увели вавилонский плен. И Бог сказал, что больше не будет потомка Иехонии, правящего на троне. Это проблема. Так как он законно принадлежит к родословной царской линии Давида. Зарававиль был потомком Иехонии. В 516 году до нашей эры, когда евреи возвратились в Израиль, Зарававиль был правителем под началом персидского царя. Он не был на троне по линии царя Давида. Ни кто-то еще после него. Последний царь по линии Давида был Иехония. После того, как царь Навуходоносор увел в плен вавилон царя Иехонию, он поместил на троне его дядю, дядю Седекию, который повстал против вавилонян. И вы помните о том ужасном пророчестве, которое исполнилось? Он видел, как были убиты его сыновья. Потом Седекии выкололи глаза. Заковали в цепи, после чего он умер. Потом царь Вавилона был добр к Иехонии и освободил его из тюрьмы. У Иехонии была возможность кушать за царским столом. Но никогда больше не было правителя по линии. Были цари. Маккавеи после их повстания против греко-римлян в 165 г. до н. э. основали Хасмонейскую империю. Но Маккавеи были из колена Левия. Они из колена Иуды и не потомки Давида. Тоже и в отношении нечестивого царя Ирода. Он был частично эдомлянин. Неудивительно, что Исаия говорит, произойдет отерсель от корня Иесеева. Род Давида стал не более, чем обычный корень. Но все же от этого корня будет плод. Здесь говорится о том же ребенке, что и в 7 и 9 главах книги Исаии. Почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И он будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальца земли решать по истине. Мы сотрем с доски и запишем что-то еще. И рассмотрим одно утверждение. Не самое первое утверждение во времена пророков. День Господень. День Господень, день необычного вмешательства Бога. И в этом вмешательстве происходит суть над теми, кто не покается в злых делах. И приходит избавление для Божьих людей. Во многих пророческих текстах говорится о том, что некоторые люди ожидают этого дня, чтобы освободиться от своих врагов. Но Бог говорит, не ожидайте наступления этого дня, так как вы думаете, что вы праведны. И может оказаться, что этот день станет для вас судом, а не избавлением, которого вы так ожидаете. Поэтому Бог придет в этот день одновременно судить и избавлять. И эта идея появляется в других еврейских писаниях. И еще один факт об этом дне. Есть намек на то, что День Господень начинается уже в 3 главе книги Бытия. Один из великих ученых еврейских писаний в Соединенных Штатах, Которого зовут Мередит Клайн. Говорит, что было множество Дней Господних на протяжении истории. Все они указывают на конечный Господень День в истории человечества. И что первый день упоминается в книге Бытия. Он доказывает, что мы совершили громадную ошибку в переводе с еврита. Я не совсем уверен об этом. Но он доказывает, что первый день Господень написан в 3 главе книги Бытия. И он говорит, что вместо фразы «Бога, ходящего в раю во время прохлады дня», Нужно было бы перевести «Бог пришел вечером в духе дня». Другими словами, Бог изображен в виде пожилого человека со Своей тростью. Потому что Бог очень старый к этому времени. Поэтому Он совершает небольшую прогулку по саду. Интересно, как поживают Адам и Ева. Нужно пойти проведать их. Нет. Картина следующая. Бог сразу же врывается туда. И сила несущегося ветра входит в сад. И приходит страх из-за того, что Бог увидел грех. И затем следует суд и обетование об искуплении. Сейчас мы рассмотрим 11 главу книги Исаии. И то, что названо «Пророческая надежда». Я не сказал вам о двух частях нашего конспекта. Первая часть – об обетовании семени и искуплении мира. Эскатология об искуплении мира через Израиль. Мир будет искуплен в конце концов. И пророки дают нам более полную картину. Помните, что во время Исаии это был очень темный период истории. Кажется, что Израиль и его земля подходят к своему концу. К концу, но не навсегда. И хотя Северное Царство взято в плен, то же произошло и с Южным Царством сто лет спустя. Еремия предсказал возвращение после семидесяти лет. Вот что Исаия говорит о Мессии. «Жезлом уш своих поразит землю, и духом уш своих убьет нечестивого». Невозможно понять глубину этого суда. Но все пророки писали, что до наступления Мессианского Царства произойдет страшный суд. Фактически, книга Откровения может стать итогом этого стиха. И, конечно, книга Откровения повторяет этот стих. Поэтому пришествие Мессии уничтожит нечестивых. «И будет припоясанием чресел его правда, и припоясанием бедер его истина». Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе. Здесь говорится о трех плотоядных животных. О волке, барсе и льве. Также о трех животных, питающихся травой. О ягненке, козленке и воле. Все эти животные смогут жить вместе. Это перемена природного порядка. Представьте себе. Мессия приносит перемену в порядок самой природы. Корова будет пастись с медведицею. Детеныши их будут лежать вместе. Лев, как волк, будет есть солому. Евреи высказывают различные возражения в отношении мессианства Ишуа. Вы понимаете это? Потому что они говорят, если Он Мессия, то где же мир во всем мире? Я хочу поделиться с вами. Вы услышите множество возражений от евреев. Возражения в отношении триединой природы Бога. Возражения в отношении божественности Ишуа. Но для меня все эти вопросы не представляют большой важности. Подлинный вопрос в еврейском уме. Мы знаем, кто такой Мессия. Он избавит Израиль и принесет мир во всем мире. Поэтому мы не можем назвать кого-то Мессией, если только Он сам себя так не назовет. Цель большинства учений Нового Завета ответить на этот вопрос. Как мы можем говорить, что Он Мессия, когда нет мира? Как мы можем говорить, что Он Мессия, когда Израиль рассеян среди народов и не находится под правлением Мессии? Мы можем думать, что кто-то является Мессией. И, может, даже последуем за Ним в мировой войне. Но будем знать наверняка о Его мессианстве только тогда, когда Он принесет мир. или полноту Царства Бога. Эта идея усилила свеудаизм еще больше со времен первого века нашей эры. Почему? Потому что были лжемессии. Как Баркокба во втором столетии. И сам Акива говорил, что Баркокба – Мессия. Был еще один с дурной репутацией. Шаббатай Цви в 17 веке. Многие последовали за Ним. Наверное, Он сам думал, что Он Мессия. Он обращал мусульман и доказывал им свое мессианство. Но, как говорит Коран, для них Он был неверным. Мусульмане говорили Ему, обратись в Ислам или умри. Поэтому Он стал мусульманином. А Его последователи отозвались об этом поступке. Он должен совершить эту тайну. Затем был Яков Франк. И Его последователи – франкисты. Нужно понимать, что евреи будут сопротивляться любому, кто претендует на мессианство. Вот почему Равин Шнирсон произвел такой переворот. В этом отрывке мы читаем о перемене в природе. Грядущий век будет веком освобождения животных. Очень часто я говорил следующее. Евреи не верят в то, что Иешуа – Мессия, так как они хотят увидеть льва, который будет есть солому. Они ожидают таких доказательств. Заметьте, что есть еще продолжение. Младенец будет играть над норою аспида. Можете ли вы, мамы, представить себе такое, чтобы ваш малыш играл рядом с ядовитой змеей? Без проблем. Дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Мои. Ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет в тот день корню Исееву, который станет как знамя для народов. Обратятся язычники, и покой Его будет слава. И будет в тот день Господь снова прострет руку Свою, чтобы возвратить себе остаток народа Своего. И потом Он говорит об этих народах. И подымет знамя язычникам и соберет изгнанников Израиля. И рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. Что же мы здесь видим? Мы видим события, которым приведет Мессия. К этим событиям также относится возвращение народа в землю Израильскую. И если вы принимаете во внимание все пророческие книги, которые мы рассмотрим, то это возвращение в землю Израильскую происходит до пришествия Мессии. И знаменательное возвращение также после прихода Мессии. Важно то, что после того, как Мессия уничтожит нечестивых мечом, выходящим из Его уст, Тех, которые оказали прямое сопротивление Божьим людям. Оставшиеся народы никогда не будут истреблены. Как мы увидим, надежда пророков в том, что народы придут к познанию Бога. По мнению пророков, эти события приведут к мировому обращению всех народов. Видна полнота надежды. Возвращение и избавление Израиля связано с избавлением всех народов, вышивших после суда. Поэтому Бог говорит очень необычное слово, что также можно прочитать и в книге Аввакума. Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Вся земля станет обитованной землей. Поймите это. Есть обитованная земля Израиля. Но в общем смысле вся земля станет землей обитования. У Израиля есть своя земля обитования. Но земля наполнится познанием славы Господа. Познание – это не интеллектуальная информация. Конечно, чтобы знать Бога, у вас должна быть какая-то информация. Здесь познание означает близкие взаимоотношения. Целый мир будет наполнен близкими взаимоотношениями и познанием Бога. Как много близости, как много познания, как воды наполняют море. С точки зрения Нового Завета этот текст можно прочитать следующим образом. Все люди будут наполнены Духом Святым. Мы рассмотрим пророчество Иоиля. «Я и залью от Духа Моего на Израиль, на всякую плоть». Израиль влияет на спасение мира. Конечно, из Нового Завета мы знаем, что вне тела верующих это невозможно. Тело верующих – невидимое орудие для избавления всего мира. Об этом совсем ясно сказано в пророческих книгах. И все-таки это не является сюрпризом для Бога. В этой одной главе книги Исаии мы видим удивительная надежда избавления народов мира в конце времен. Почему это важно? Так как в евангельском мире существует теологическая теория под названием диспенсациализм, которая говорит, что церковь будет взята от земли за семь лет до возвращения Господа, народы будут судимы и только немногие спасутся. Кроме того, в тысячелетнем царстве будут принудительное правление над теми, кто выжил. И когда мы в действительности придем к познанию Господа, закон будет отменен в конце тысячелетнего царства. Для этого ли мы, евреи, прошли все эти четыре тысячи лет? Чтобы увидеть несколько спасенных людей? И чтобы увидеть уничтоженные народы? Или мы достигнем цели? Должны ли мы быть орудием искупления мира? Надежда в Библии, народы придут к познанию Бога. Не для спасения остатка, как в наше время утверждает церковь, но спасения всех народов в целом. Они вновь соберутся около Него. Земля наполнится познанием Бога. Из этого отрывка видно, так же, как и из других, которые мы рассмотрим завтра, что пророческая надежда необычайно оптимистична. И во второй главе книги Исаии, и на этом мы завершим, не написано, что Мессия является причиной всех этих событий. Но ясно из 9 и 11 глав Исаии, где говорится о тех же событиях, И не говорится о Мессии прямо. И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. И возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева. И научит Он нас Своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет Тора и Слово Господне из Иерусалима. На иврите И будет Он судить народы и обличит многие племена. В этом стихе Он – это Мессия. Это не так ясно, как в 11 главе книги Исаии. Перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не подымет народ на народ меча и не будут более учиться воевать. Потому что это – цель Израиля. Потому что это – надежда Израиля. Это – надежда, основа для слов Исаии. О дом Иакова, придите и будем ходить в свете Господнем. Почему? Потому что это приведет к искуплению всего мира. Заметьте, что новый порядок Нового Завета – о чем здесь говорится? Не тот порядок, при котором будет разрушен закон. Но Божий порядок или закон будет установлен во всем мире – это пророческая надежда. О стоит час. Продолжение следует...